Здравствуйте! Мы в студии программы «Прямой разговор». С вами Олеся Акинфеева. Сегодня подведем итоги уходящего года вместе с заместителем директором УПВД «Канал-Сервис» Мариной Белов. Марина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте, Олеся! Прежде чем мы будем подводить итоги, хотелось бы все-таки, пользуясь возможностью, задать такой первый вопрос. Какую же воду сегодня пьют серпуховичи? Лаборатория в водоканале есть? Вы регулярно проверяете? Каково качество? Конечно, значит, лаборатория в водоканале есть, она аккредитованная, химико-бактериологическая. Воду серпуховичи пьют артезианскую, мы поднимаем ее из недр и потом подаем населению. Для предупреждения всяких бактериальных сгрязнений вода у нас обеззараживается гипохлоритом и ультрафиолетом. Контроль качества, как я сказала, осуществляет наша лаборатория на всех этапах ее, так сказать, приготовления и подачи населения. То есть в артезианских скважинах, в сети у нас там расположены водоразборные колонки порядка 250 штук, на водозаборных узлах, в резервуарах. То есть ежедневно, значит, наша лаборатория отбирает порядка 123-125 проб. И анализов у нас ежедневно делается где-то 640. А почему ежедневно? А потому что у нас есть программа производственного контроля, которая согласована с территориальным нашим отделом Роспотребнадзора. Вот. И это график существует. Поэтому жители могут абсолютно спокойно пить эту воду. Она контролируется ежедневно. Ежедневно. Очень-очень большая работа проводится в нашей лаборатории. Поэтому вода соответствует СанПИН. И за этим строго следит наша лаборатория. Где в этом году появилась хорошая качественная вода? Где ее раньше не было? Ну, в этом году я хочу сказать, что вот мы сейчас только закончили и уже провели промывку этого водопровода, который мы построили. Мы построили полтора километра нового водопровода от скважины Пущина-Нанаре до деревни Гавшина. Вот уже прошла промывка, уже есть результаты лабораторные. Вода соответствует СанПИН. И на следующей неделе мы будем подавать ее населению, которое проживает в деревне Гавшина. Это было мероприятие нашей инвестиционной программы и программы повышения качества питьевой воды. Вот. Мы это сделали и очень рады. Мы работу по повышению качества питьевой воды продолжаем. В этом году, вот я сказала, были построены новые сети. А в предыдущие годы мы тоже большую работу провели. И мы построили и пустили в эксплуатацию три станции обезжелезывания. Это в Большой Городне, в Каргашино и Сьянова-2. Вот. В этом году еще один этап завершен. Что касается сетей. Да. Чтобы надежно и беспребойно подавать населению воду, конечно, все понимают, что сети изнашиваются. В этом году нам удалось, так сказать, переложить, реконструировать порядка трех... Около четырех километров. Три километра шестьсот метров сетей. Это прям вот за последние пять лет самый большой показатель. Вот. Нам удалось сделать реконструкцию водопроводных сетей в деревне Сенькино, в деревне Волохова, Пущино-Нанари и так далее. И в городе. В городе мы переложили хотя бы маленькими участками, но перекладывали вода на дом, там участки водоводов. И в общей сложности мы в этом году переложили три километра шестьсот метров. Это аварийные участки сетей? Да, конечно. Мы говорим сейчас о том, что мы планируем перекладку сетей, которые уже изношены и ветхие, имеют большой процент износа. А весь водопровод по городскому округу, это сколько километров? Значит, водопроводных сетей, которые эксплуатирует Моподканал-сервис, 550 километров. Это город и район. Да, это очень большая цифра. Вот. И если в городе, как бы, мы стабильно уже работали, у нас стоят установки плавных, пускочастотники, как бы мы продлеваем срок годности, они у нас как бы... А вот в присоединенных территориях, бывшего Серпуховского района, там, конечно, ситуация гораздо печальнее, поэтому мы там сейчас эти работы проводим в первую очередь. Потому что в Сенькино у нас вот летом люди ощущали нехватку, потому что были постоянные порывы и так далее. Мы это сделали. И, в общем-то, мы очень рады, что мы это сделали. Будем продолжать. Вообще, в целом, из запланированного в начале года, что выполнено к декабре уже? Все, что мы запланировали. Я хочу сказать вот один показатель, который всех работников предприятия очень радует. Допустим, на 1 ноября, на 1 ноября еще на 2 месяца впереди работаем, мы уже работаем. Все планы, которые были у нас по капитальному текущему ремонту, мы уже на 1 ноября выполнили на 104%, на сумму почти 90 миллионов рублей. То есть, вы приезжали график? Да, то есть, вот еще 2 месяца, и мы все работы, которые мы запланировали сделать, мы их обязательно сделаем дальше. Самое масштабное, что было сделано? Про станцию обезжелезования мы сказали? Ну, вот это мероприятие, которое я уже сказала. Плюс, значит, ну, понятно, что на такую сумму 90 миллионов, вы понимаете, да, сети переложили 3,6 километра. Также я сказала про капитальные ремонты. Понятно, что у нас порядка 80 скважин, около 20 водозаборных узлов, 40 станций повышения напора, городские очистные сооружения, очистные сооружения в поселке Липеце, в кирпичный завод и так далее, КНСок больше 20 штук, и сети водоотведения в том числе. То есть ремонты и капитальные ремонты выполнялись. То есть на 59 объектов, представляете, какой это большой объем, на 59 объектов были выполнены капитальные текущие ремонты. Ну, в частности, вот на очистных сооружениях были установлены новые воздуходовки и установки плавного пуска. Значит, заменялись технологическое оборудование на станциях повышения напора, на водозаборных узлах, на сетях, элементы сетей. Мы знаем, что это водоразборные колонки, пожарные гидранты, колодцы. Очень много было работ в этом году сделано по ремонту колодцев. Около 200 штук было сделано. Ну и так далее. То есть большие работы были проведены. Что из объектов, какие, точнее, объекты до сих пор требуют модернизации? Ой, ну таких объектов, Олеся, очень много. И поэтому, как бы, цель нашего предприятия, мы работаем для того, чтобы жителям жить было комфортно в нашем Большом Серпухове. И поэтому задачи, соответственно, из этого ставятся. То есть, если говорить о задачах на следующий год, да, я вот немножко забегу вперед, то мы понимаем, что у нас еще есть поселение, где вода по железу не соответствует Санпину. Это деревня Волохово. Да, мы в следующем году будем монтировать там станцию повышения напора. В деревне Васильевском у нас работает старая станция обезжелезования. Обязательно сделаем проект новой станции водоподготовки. И в 25-м я думаю, что мы поставим там новую станцию водоподготовки. Много обращений было, например, с улицы Карпова жителей о том, что они хотели бы централизованно отводить свои стоки. Поэтому у нас это мероприятие включено в инвестиционную программу, правда, в 25-м году. Но мы в следующем году обязательно выполним проектные все работы. И в 25-м году мы все это сделаем по инвестпрограмме. В следующем году мы напорный коллектор будем реконструировать, который проходит под трассой М-2. Проектные работы в этом году выполнены. Акт выполненных работ закрыт. Он есть, согласован с Центром магистрали. В следующем году мы будем менять этот участок коллектора, который проходит под трассой М-2. Все масштабные работы — это большие деньги. Да, конечно. Это финансирование муниципальное, либо предприятие зарабатывает? Нет, это все деньги, которые зарабатывает предприятие. Это все деньги, которые зарабатывает предприятие. Бюджетные деньги мы, по крайней мере, не в этом году не планируем использовать. Марина Владимировна, вы упоминали все время инвестпрограмму. Что вы подразумеваете под этим? Инвестиционная программа — это программа предприятия, которая нам позволяет как раз осуществлять модернизацию, реконструкцию наших объектов. Она готовится и разрабатывается на основе схемы водосабжения и водоотведения, которая у нас есть в городе, которая утверждена. Эта схема должна актуализироваться один раз в два года. И в этой схеме мы должны прописывать все свои проблемы. Ну, актуализация что имеется в виду? То, что мы сделали, мы должны там отразить, что это все выполнено. А предстоит сделать там на ближайшие 10-15 лет вот то-то, то-то, то-то. Что мы там понимаем, когда и в процессе работы, и жители обращаются, мы понимаем, что необходимо сделать то-то. Мы должны это все там прописать. И дальше мы разрабатываем инвестпрограмму, которая утверждается Министерством энергетики. И все мероприятия этой инвестпрограммы должны быть учтены в схеме. Поэтому вот это очень важный момент. И поэтому актуализация схемы, она должна быть. Вот актуализация схемы как раз финансируется из бюджетных средств. То есть это такой главный документ, на основании которого вы работаете в течение года? На основании которого строятся все, так сказать, задачи и планы работы. Но ведь много внеплановой работы. Конечно, внеплановой работы. Этот год принес много внеплановой работы. Внеплановой работы у нас была, например, вот как раз у нас мероприятие реконструкции сетей водоснабжения Прончища-Восенькина стояло на следующий год. Но так как летом там вот был постоянный перебой с водоснабжением, а буквально вот прям в начале зимы, там в октябре, в конце октября случился технологический сбой прямо на проезжей части. И мы решили быстро эту работу сделать и переложили с 650 метров трубы, там используя метод горизонтально направленного бурения и просто открытым способом мы эту работу сделали. То есть это мероприятие на весь программ, которое запланировано было на следующий год, мы сделали в этом году. Хорошо, что погода была теплая. Ну да, но зато теперь я думаю, что жители будут, они уже благодарны. Вот они почувствуют, что все теперь у них там все будет бесперебойно и качественно. Вообще много было таких сюрпризов, неожиданностей для работников водоканала в этом году? Ну в этом году я скажу, пока что по сравнению с прошлым годом у нас гораздо меньше было технологических сбоев, мы хорошо отработали этот год. Если они были, то мы устраняли их с точного нормативного срока. Жители все были предупреждены заранее, чтобы когда жители получают информацию... Он уже подготовлен. Да, он уже подготовлен. То есть мы сами развешивали объявления, не дожидаясь управляющих компаний. И у нас абсолютно спокойно работала аварийная диспетчерская служба. Я сама узнавала, звонков практически не было, жители были все предупреждены. И мы спокойно отрабатывали это в течение полутора-четырех часов. В основном быстрее делали, и все было хорошо. Никаких жалоб не было там ни губернатору и так далее в Добродел. Поэтому я пользуюсь случаем, хочу сказать, что информирование жителей – это очень важная задача. Если проанализировать жалоб или благодарности, больше водоканал поступает. Вообще умеют благодарить? Ой, знаете, действительно, такое было приятное удивление. Я проводила приемы жителей по вторникам. И жители с улицы Энгельса, у нас там дом на Энгельсе, на Захаркино, записались на прием. А дом такой был проблемный. Когда мы только приняли, много было жалоб, постоянно приходили, хотели то, другое, третье. Ну, правильно, хотели. Хотят все жить нормально, комфортно. И, значит, я увидела вот эти опять фамилии, думаю, ну все, сейчас собрала всех своих коллег, посадила. Вооружены были. Да, они приходят и говорят, Мария Владимировна, мы пришли выразить огромную благодарность вашему предприятию и так далее. Вот, да, очень было приятно. И также пишут благодарность, мы же сейчас чаты создали, такие общедомовые, да. Особенно вот много благодарностей сейчас приходит зимой нашему водителю на тракторе Катайевскому, который чистит дворовую территорию. Прямо так и пишет, выражаем благодарность вашему работнику на тракторе. Да, это правда. Может, значит, человек ответственный. Правда, правда, да. Все не бесследно. Хочу еще сказать, что в этом году мы вновь проложили еще много километров сетей. Все, наверное, знают, что в этом году много социально значимых объектов в городе было построено. Поликлиника достраивается, да, на 700 мест. То есть, Газпром Теплоэнерго по конституционному соглашению 11 БМК поставил. То есть, это прокладка вообще новых сетей, да? Да, значит, инфекционная больница в поселке Аболенск. Новые предприятия «Позитив Прогресс» в поселке Аболенск. Два многоквартирных дома в Ивановских двориках. Да, и улица Пушкина, это вот в деревне Скрылья. Наверное, где-то около 30 договоров технологического присоединения с индивидуальными жилыми домами мы исполнили. То есть, было подключено вот эти социально значимые объекты, плюс вот 30 индивидуальных жилых домов. В общей сложности мы проложили, значит, около 4 километров водопроводных сетей и километров сетей водоотведения. И уже на следующий год заключены порядка 30 с лишним договоров технологического присоединения на подключение также частных пока домов, индивидуальных жилых, на поводоснабжение и поводоотведение. Новые сети будут обслуживать водоканал? Да, мы их проложили, они сейчас оформляются, делаются техпланы, будут поставлены на кадастр, да. Мы будем их обслуживать. В этом году коллектив водоканал свой сохранил, никого не потеряли? Ну, я хочу сказать, что коллектив сохранен. Пользуясь случаем, хочу пригласить к нам на работу. Что у нас требуются и инженерно-технические работники, и в управляющую компанию, как МКД, и инженерно-технические работники в РСО. И особенно нам нужны рабочие руки, люди, которые будут работать на сетях. Зарплата очень достойная. Вот, приходите, пожалуйста. Очень нужны рабочие руки. Я так понимаю, что кадровый голод, это не только на нашем предприятии. Да, увольнялись люди, но в основном это были люди, которые работают на насосных станциях, на канализационных, водопроводных. Ну, здесь было связано с перерасчетом пенсии. Люди ходили пересчитывать пенсию, потом возвращались. Поэтому коллектив у нас сохранен. Слава богу, он дружный. Ну, вообще, какие специалисты на вес золота? У школы вы говорите про вакансии. Ну, нам необходимы слесарь аварийных работ, да, на сетях водоотведения, водоснабжения. Нам нужны каменщики, нам нужны электрики, очень нужны. Вот, а инженерно-технические мастера нужны на те же вот линейные службы, водопровод, канализация. Нужны мастера. А техники нужны в управляющую компанию. Поэтому очень нужны рабочие, зарплата очень достойная. Большая нагрузка в этом году легла на плечи управляющей компании, созданной при водоканале. Со всеми задачами справились, все успели сделать. Я считаю, что мы очень удачно отработали в этом году. Сколько уже домов на обсуждение? В отношении работы в МКД у нас 31 многоквартирный жилой дом. Нам удалось выполнить программу ремонта подъездов. Мы сделали 4 подъезда, которые были приняты, выполнили все условия. Вот этой программы, которую мы работали по софинансированию, они были приняты у нас всеми контролирующими органами, жителями. Жители очень довольны. Сейчас мы на Форса 8 делаем еще подъезд, но он уже не в рамках этой программы. Но по просьбе жителей инициативной группы этого дома, они нас попросили, мы делаем сейчас ремонт. Начали мы его сделаем. Были также выполнены отмостки. Мы сделали на домах, это заречные. Три люди тоже обратились, сказали, что все подвалы были приведены в нормативное состояние. Там был проведен свет, там все абсолютно сухо, со всеми требованиями и так далее. Чердачные помещения были от хлама, все освобождены, заизолированы все коммуникации, чтобы тепло не уходило на крышу, не образовывались сосульки и так далее. Сейчас самое такое горячее время, все видите, сколько снега. Еще тут нам говорят, что завтра будет обильный снегопад. Поэтому мы справляемся. Марина Владимировна, вы все равно скромничаете, потому что нужно подчеркнуть, что 31 дом – это дома, от которых отказались вообще все управляющие компании. Ну, конечно, эти дома, понятно, они не новые, они очень старые, они, так скажем, немногоэтажные. Как правило, дома, понимаете, там стоит, допустим, на этом участке земли стоит пятиэтажка или там десятиэтажка, и сколько денег собирает управляющая компания, да, с этого же участка земли, но со стольких этажей. И наш двухэтажный дом, в котором там, допустим, один подъезд, 16 квартир, ну и плюс еще там какой-то процент не платит. Это понятно, что мы работаем, и нам приходится все равно деньги брать из прибыли РСО. Но после того, как они увидели, что работа ведется, платежеспособность изменилась? Да, да, вы знаете, это действительно вот этот дом на Энгельса, который вот приходил выражать благодарность, у них стопроцентная оплата. Все, они начали платить, потому что увидели результат работы. Оплата, да. И мы увидели, да, в конце года, что процент оплаты повысился, это правда. Ну и так, если подытожить все-таки, Водоканал участвует в региональных каких-то федеральных программах или нам достаточно нашей инвестиционной программы? Нет, 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 конечно же, смотрите, наши объекты, да, я хочу обрадовать всех, наверное, и жителей тоже, и вас, и жителей, и себя тоже, да, что, нет, конечно, объекты, наши все заложенные, сейчас скажу, какие программы называются, она государственная программа Московской области называется «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли в сообращении с отходами» на 23-28 год. Вот, значит, там, ну правда, на 25-й год, да, заложены все мероприятия, которые, как бы, позволят нам развить лучшую систему водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях, это будет проектирование и строительство очистных сооружений в деревне Росеменовска, это будет строительство новых вот заборных узлов в Большом Грызлова, в Калугино, в Глазово, сели на вечери, да, там люди, вот, как бы, до сих пор коптаж, вот, но и самое главное мероприятие, которое, вот, как бы, все ждали, я думаю, что это, как бы, экологическая нагрузка на наш город, мы одно решили, решаем, но мы обязательно решим, в 24-м году закончится рекультивация павильона, все вздохнут, ой, простите, полигона, все вздохнут, я думаю, облегченно, у нас будет все здесь хорошо, и остается, как бы, еще одна проблема, которую жители всегда озвучивали, это наши городские очистные сооружения. Вот так вот, в этой программе, которую я озвучила, есть под программой системы водоотведения и основное там мероприятие, это федеральный проект о оздоровлении Волги, и в следующем году начнется реконструкция наших городских очистных сооружений, наконец-то, вот. Но начнется в следующем, а завершится когда? Я думаю, что там за год, наверное, все-таки, мое такое мнение, не успеют их реконструировать, хотя, вот, да, стоит, что 24-й год, но, может быть, там чуть-чуть перейдем на 25-й, как вот с полигоном, да, но реконструкция однозначно будет, деньги уже выделены, и очистные сооружения наши будут реконструироваться по наилучшим доступным технологиям, мыловой карте. А что вообще предполагает данная реконструкция? Ну, первое, это запаха не будет, который сейчас ощущаем. Ну, да, сейчас жители все жалуются на запах, хотя запахи не нормируются, нельзя сказать, да, там, что какой-то вред они приносят, это просто дискомфортное проживание, конечно, я всех понимаю, людей, это ужасно. Вот, поэтому, значит, первое, что, да, запахов не будет, потому что запах сейчас идет с иловых карт, то есть наш отход, осадок, который образуется в результате очистки сточных вод, он обезвоживается на иловых картах, которых там 32, занимает огромную площадь. Вот, первое, что должно быть построено, это цех механического обезвожения, сырого осадка, то есть иловые карты будут демонтироваться, их не будет. И еще, что очень самое важное, вот мне прямо это настолько, потому что проблема еще большая всех очистных сооружений, не только наших, и Московской области, и думаю, что Россия, это утилизация этого отхода, четвертого класса опасности, который образуется в результате очистки. Так вот, наш проект предусматривает, что у нас такой отход образовываться не будет, у нас будет выходить продукт, который будет называться почва-грунт. Это очень хорошо. За счет работы бактерий? Нет, значит, смотрите, карты ликвидируются, цех построится, и вот этот осадок обезвоженный, он будет направляться в цех компостирования, по особой технологии будет приготовляться вот этот почва-грунт, и он уже будет пригоден для того, чтобы его можно было применить при благоустройстве, озеленении и так далее. Ну вот это очень классно. А так будет, конечно, там будет построена новая наша лаборатория, здания, да, оснащенные современнейшей там аппаратурой, то есть лаборатория переедет у нас в это новое здание, она сейчас сидит в разных зданиях, на очистных сооружениях, лаборатории сточных вод, в том числе они осуществляют контроль после сброса промышленных предприятий, а лаборатория, которая осуществляет контроль качества питьевой воды, они сидят у нас на улице Иритского. Вот будет построена в том числе в этом проекте новая лаборатория, как я уже сказала, оснащенная новым оборудованием, они будут сидеть в одном здании, в одном месте, будет построен цех механического обезвоживания, сточная вода будет обеззараживаться ультрафиолетом, сейчас она обеззараживается гипохлоритом натрия, будет построен цех до очистки для того, чтобы убрать фосфаты, и будет реконструкция основных сооружений, сначала в первую очередь пройдет это аэротенки, вторичные отстойники, первичные отстойники, это сооружения, которые сделаны из бетона, понятно, что с течением времени он разрушается, и вот благодаря тому, что у нас городские очистные сооружения по проекту построены большой производительностью, 180 тысяч кубов в сутки, нам удастся работать нормально, понимаете, по одной линии, а вторую линию аэротенков, вторичных отстойников, первичных отстойников будет проходить реконструкция, то есть мы будем работать абсолютно нормально, как сейчас работаем, ни в коем случае не загрязнять окружающую среду, и не сбрасывать неочищенные стоки в реку Нара, потом в Аку, так далее. Марина Владимировна, спасибо вам за сегодняшнее интервью, успехов вам в работе, и с наступающим вас Новым годом! Спасибо, Алиса! Пусть все желания сбываются! Спасибо всех, с наступающим Новым годом! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова